Доброго времени суток, уважаемые коллеги, с вами Арман Бесимбаев, аналитик международной брокерской группы Тикмил. Представляю вашему вниманию очередной обзор по техническому анализу отдельных валютных пар и инструментов. Сегодня четверг, 4 февраля. Представляю вашему вниманию обзор по парам австралийский и новозеландский доллар, которые сейчас находятся на стадии нисходящей коррекции, но все никак не могут развить полноценный импульс для развития, застряв во флете. Итак, давайте посмотрим подробнее. Ну и вот австралийский доллар продолжил снижение в соответствии с ожиданиями, но пока не добрался до целевой области, остановившись в районе уровня 0.7571. После чего начал восстанавливаться, тем не менее, пока сценарий находится в фазе исполнения, пара предполагаемо отскочила от сопротивления на 0.7677, которое было протестировано дважды и сейчас торгуется ниже. Таким образом, нисходящая коррекция в данном случае вступила в фазу активного развития и снижение еще имеет потенциал для дальнейшего снижения. Поэтому прежний сценарий сохраняет свою силу с сохранением прежней целевой области для движения цены. Ну и вот на актуальном графике в данный момент достаточно сильным сопротивлением остается уровень 0.7677, а предельной границей для движения выступает район середины флета на 0.7734. Этот промежуток выступает буферной зоной, от которой можно будет ожидать последующего отскока, что даст шанс для формирования нисходящего импульса с целью в области между 0.7525 и 0.7500. В свою очередь, отмена данного сценария состоится в случае ухода цены выше разворотного уровня на 0.7734. Ну и вот новозеландский доллар продолжает оставаться в неопределенности. Целевая область не достигнута. В этой паре по-прежнему сохраняется обозначившийся диапазон между 0.7130 и 0.7219, который цена все еще не смогла покинуть. Котировки еще трижды тестировали разворотный уровень на 0.7219, но преодолеть его пока не удалось. Очевидно, на этом уровне располагается сильное сопротивление. Здесь коррекционная фаза все еще находится на стадии своего развития. Вероятность снижения еще имеет потенциал для продолжения, поэтому прежний сценарий остается без изменений. И вот на актуальном графике сейчас цена тестирует сильный уровень сопротивления на 0.7219, который является верхней границей диапазона и который в случае невозможности его преодолеть может привести к началу импульсного нисходящего движения. Подтверждением намерения на дальнейшее снижение послужит отбой из этой зоны, с обновлением локального минимума. Цели для достижения прежней – это область от 0.7051 до 0.7004. Отмена текущего сценария состоится при росте выше разворотного уровня на 0.7219. А на сегодня у меня все. С вами был Арман Бесимбаев и это был мой обзор по техническому анализу от компании TECMIL. Я желаю всем профитной недели и до встречи в следующем выпуске.